Доброе утро! Хорошо, что вы снова смотрите нашу программу онлайн. Или вы смотрите ее позднее, или слушаете в машине, ну или где-нибудь еще. Я рад, что вы здесь. Сегодня мы продолжим нашу серию «Я есм сущий». И сегодняшний выпуск называется «Я сын, я дочь Бога, Отца Всемогущего». Этот год — год расширения прорыва. Возможно, вы ощущаете это иначе, но если мы получим откровение о том, кто такой Бог и что есть я, кто есть я в этой реальности, то мы уже не те, что были. И до того, как я начну сегодня говорить, я хочу с вами помолиться. Я прошу вас, если у вас есть такая возможность, закройте глаза, раскройте руки и просто слушайте то, о чем мы будем молиться, и молитесь сами. Отец Небесный, я обращаюсь к Тебе, чтобы Ты своим Святым Духом подарил нам откровение о том, кто ты есть, кто есть я и кто есть мы, как Твои сыновья и дочери. Я молюсь о том, чтобы наши мысли осветились и обновились, чтобы мы поняли, в чем заключается надежда, которую Ты нам дал, чтобы мы поняли, в чем заключается благодать, которую Ты дал Иисусу, и которую Иисус передал нам. Я молюсь о том, чтобы мы поняли, в чем заключается та великая воскрешающая сила, что будет работаться в нас и через нас в этом мире. Я молюсь о том, чтобы мы поняли, что мы настолько едины с Тобой, что мы наполнены тобой и созданы равными тебе, и что мы сейчас сидим с тобой на небесном троне. Я молюсь о том, чтобы мы поняли, что ты дал своим сыновьям и дочерям власть и полномочия говорить и действовать от твоего имени, для того, чтобы мир понял, что ты здесь с нами. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мне 54 года, и раньше я думал, что это возраст старика, но сейчас я смотрю на это по-другому. Я помню, как моим родителям поставили телефон первыми на нашей улице. Такой большой аппарат с огромной трубкой. И вся улица приходила к нам звонить. Через какое-то время появился факс, и какое это было удобство иметь факс, чтобы быстро отправлять документы. В 80-е годы я продавал компьютеры и поражался их мощностью. Они были размером с холодильник и памятью в 250 мегабайт. А сейчас маленький телефон имеет в 100 раз больше ёмкости и мощности, чем тот холодильник. Потом появилась электронная почта и ноутбук. Вот этот телефон гораздо больше по памяти. И тот самый мобильный телефон появился теперь у каждого. В те годы я работал на международном рынке. И первый мобильный телефон означал, что ты носил с собой такой чемоданчик с трубкой. А сейчас мы все онлайн и видимся, особенно в период коронавируса, в Google Meet, FaceTime, Teams и Zoom, на маленьких экранах смартфонов. И если кто-то из нынешней молодёжи вдруг скажет, я буду жить с технологиями 80-х, буду звонить по этому телефону чемодану с большой трубкой, мы скажем, он сошёл с ума, он пропустил появление новых технологий. А представьте себе, что кто-нибудь из времён жизни апостолов окажется в нашем времени. Он был бы поражён, и у него было бы много вопросов. Но давайте представим себе обратную ситуацию. Представьте, что вы живёте во времена апостолов. Теперь вы поражаетесь и удивляетесь чудесам, знамениям и массе людей, которые обращаются в веру и проходят крещение. Реальность состоит в том, что мы, как христиане, не живём в эпоху апостолов, воскресшего Христа, воссевшего на трон. Мы живём во времена законов и форм, церквей и собраний на уровне Ветхого Завета до воскресения Иисуса. Но сейчас время жить в сегодняшней реальности. В первом выпуске этой программы мы видели процесс откровения о том, кто такой Бог. Бог говорил Моисею, «Я есть мсущий», имя, о котором Бог говорил, что мы должны использовать его во всех поколениях. И что мы должны медитировать на это имя. Моисей был послан на это имя, получил мощные знамения и чудеса с этим именем. Бог сказал Моисею, «Я не назвал моё имя Аврааму. Ему я представился только как всемогущий. Адам знал Бога только как Всевышнего. А Моисей, кроме откровения о Всевышнем и Всемогущем, получил имя Бога. Я есть мсуществующий». И дальше в этой истории появляется Иисус. Он представляется «Я есть», «Я пастырь», «Я свет», «Я хлеб», «Я жизнь», «Я Сын Божий». Иисус представил нам Бога как нашего Отца, воплощение безусловной любви. Сейчас Бог стал ближе. Иисус только говорил, что Он Сын Божий. И еще мы, люди, Сыны Божии. Иисус говорит, что Бог сейчас с нами и в нас. И, наконец, последнее откровение Иисуса в книге «Откровения». Он говорит, «Я есть мальфа и омега». «Я начало и конец. Я первый и последний. Я был, Я есть и буду. Я тот, для кого, в ком и кем все было сделано и все сохраняется. Я тот, кто умер и воскрес. Я тот, кто все обновляет. И даже это уже сделано», — говорит Иисус. «В прошедшие 15 лет я учил вас тому, кто есть мы в Иисусе Христе. Я наполнил вас идеей о том, что мы справедливость Бога, а не грешники. Что мы святые, появившиеся на свет с определенной целью. Что мы освобождены от грехов, прощены, невинны, чисты и оправданы. Что мы такие же, как Иисус. Что мы больше не рабы, а дети Бога, которые могут быть в Нем. И многие из вас пробились и освободились от деструктивных эмоций. Вины, стыда, осуждения, неполноценности и страха по отношению к Богу. И теперь вы знаете, что если такие эмоции появляются, потому что мы оступились, мы не прячемся, как Адам и Ева, а идем, поддерживаемые Иисусом, с крестом к Отцу. И тогда отрицательные эмоции слетают с нас. И ничто не может нам помешать быть детьми Божьими, невинными, справедливыми в Нем. Но как мы этого достигли? Я научил вас не застревать в эмоциях, а говорить, заявлять и молиться о том, что говорит вам Бог. В Библии сказано, я верил, поэтому я заговорил. Вера идет через слушание. Верить — это глагол. Ничего волшебного или мистического тут нет. Верить — это делать и говорить по слову. В противопоставлении эмоций или человеческой мудрости. Верить — значит повторять слова Бога вместо того, чтобы говорить то, что ты чувствуешь или думаешь, или что думают другие. Верить просто. Это кажется глупостью. На самом деле это то, как Бог действует в своей мудрости. В Первом Послании к Коринфянам говорится, «Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, мы не можем познать мудрость Бога через знания, через аргументы или науку, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Проповедь — это провозглашение слова, провозглашение истины. Это делает нас блаженными, освобождает. Это приводит слово в действие. Мы меняемся со словом, говоря и слушая слово. Поэтому вы читаете Библию вслух, вы молитесь вслух, провозглашаете слово Божие. Это то, как Бог действует в своей мудрости. Иногда мы стыдимся этого, считаем глупостью, но это мешает нашей мощной трансформации через слово Божие. Мы верим в знаки, чудеса, излечения, воскресения из мертвых и более крупные дела, чем дела Иисуса. И все-таки мы еще не видели, что это такое — власть сыновей и дочерей Бога. Но в Библии говорится, мир вокруг нас с нетерпением ждет появления сыновей Бога, которые придут сюда. Мы остались детьми. Но пришло время превратиться из детей в сыновей. Взять власть, данную сыновьям. Потому что и в этом мы созданы равными с Иисусом, так же, как в нашей справедливости. Время переключиться на более высокую скорость. 2020 — это год ускорения. Время перехода на следующую скорость. Время перенастройки наших приоритетов. Это время, которое мы используем для восстановления, понимания о том, кто мы есть в Иисусе Христе. Но 2021 станет годом возмещения, рывком, положившегося потерянным 20-го года. 2021 станет годом, когда мы должны встать и взять то, что мы потеряли, будучи сыновьями Бога. 2021 год станет годом, когда мы начнем движение к власти церкви и апостолов. Чтобы принять власть сыновей Бога и власть апостолов, следует понять три вещи. Во-первых, надо понять, в чем наша связь с отцом, как детей. Во 2-м послании к Коринфянам, 6-й главе, 18-м стихе, говорится так. «Я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», — говорит Господь Вседержитель. «Когда в Библии говорится о сыновьях, это два вида сыновей». Это два слова. Одно слово указывает на нас, как детей, на наше происхождение. А другое слово указывает на наше положение в роли сыновей, наше достоинство, наше полномочие и нашу зрелость, как сыновей Бога. К сожалению, различие между положением ребенка и сына было потеряно людьми в процессе перевода. Когда говорят об Иисусе как сыне, то всегда говорят о сыне, но когда говорят о нас, о людях, то, как правило, говорят о детях Божьих. «Дьявол делает все, чтобы мы оставались маленькими, глупыми и несведущими». Сегодня все изменяется? Во втором послании к Коринфянам говорится правильно. «Бог будет нам отцом. Мы будем его сыновьями и дочерями, и пребудем в достоинстве и во власти отца в этом мире». Давайте начнем с азов, как стать детьми Бога, как приблизиться к Богу. В Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе говорится «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Вот видите, детьми Бога, Его потомками. А каким образом, принимая Его, то есть веря во имя Его? Ни от крови, ни от целесного желания, ни от желания мужчины. Мы родились от Бога. А как же принять что-то? Очень просто поблагодарить. И вы можете сегодня сказать «Благодарю тебя, Отец, что ты послал Иисуса, чтобы меня спасти и сделать меня твоим ребенком». Потому что это то, что Бог желает для вас. А еще можно посмотреть послание Иакова 1 главу 18 стих. Давайте глянем. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Видите, мы рождены Его волей. Как? Словом истины. Бог хотел, чтобы мы появились. Мы рождены из Него. У нас ДНК от Бога. И Петр говорит об этом в своем втором послании. Тут говорится «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». «В нас есть часть естества Бога, а значит, мы Боги». И Иисус это подтверждает. Разгорается спор из-за идентичности Иисуса как Сына Бога, потому что из-за книжников Он не мог сказать, что Он Сын Бога. И в этом смысле в религии мало что изменилось. Вы все еще не можете сказать, что вы Сын Бога. Но Иисус сказал «Я Сын Божий» в Евангелии от Иоанна. В ответе фарисеям Иисус говорит «Не написано ли в законе вашем?» «Я сказал «Вы Боги», если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите «Богохульствуешь», потому что я сказал «Я Сын Божий». И мы тоже освящены и посланы. Ну а сейчас я хотел бы прочитать с вами отрывок из Библии, в котором говорится «Кто мы есть» и «В чем наше родство с Богом». Это первая глава из послания к Ефесинам. Но также я хочу научить вас, как читать Библию, как сделать ее более личной, и как превратить то, что вы читаете, в веру, которая вас трансформирует. Давайте сделаем это вместе. Пожалуйста, читайте со мною стихи с первого по четырнадцатой. Павел читает письмо, и давайте мы тоже прочитаем это, как будто Павел пишет письмо лично вам и мне. Павел, апостол Иисуса Христа по воле Бога. Я говорю «Питер», но вы можете называть свое имя. Письмо адресовано вам. «Питер, святой, верующий». Это я. Я верующий в Иисуса Христа в Нидерландах. Стих первый. «Питер, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Он дал мне благодать. Я освящен всяким духовным благословением в небесах, во Христе». Стих четвертый. «Так как Он избрал меня в Нем, прежде создания мира». Я избранный. А почему я избранный? Потому что я свят и не порочен перед Ним. Я свят и я не порочен для Иисуса. Пятый стих. «Он, Иисус, предопределил меня, чтобы усыновить меня через Иисуса Христа». Шестой стих. «Почему я избран? В похвалу славы Его благодати, которую Он облагодатствовал меня». Я облагодатствован в Иисусе. Седьмой стих. «В Нем и имею искупление. Я прощен кровью Его». Ведь я получил отпущение за проступки. Нет, я прощен от проступков. Ну как? По богатству благодати Его. В Нем я также стал наследником. Я наследник. Быв предназначен к тому по определению. Я предназначен для получения наследства по определению совершающего все по изволению воли своей. Потому что я послужу к похвале славы Его. Я к похвале Его славы. Я тот, кто ранее уверовал, возложил мою надежду на Иисуса Христа. В Нем и я сам. Я Иисус. С какого времени? После того, как я услышал слово истины, Евангелие. И это я запечатлен обетованным Святым Духом, который есть залог моего наследия. Я наследник. Для искупления удела Его в похвалу славы Его. Видите, если вы будете читать Библию так, то постепенно до вас будет доходить, кто вы есть и что у вас есть во Христе от родства с Отцом. Второе, что я хочу с вами обсудить, это наша общность с Отцом. Что мы с Ним делим? Общность с Богом – это наша родственная связь. Общность означает все делить друг с другом. Заботиться друг о друге, отдавать друг другу, уважать друг друга и наслаждаться друг другом. И Бог делает это с нами. Он делает нас своей семьей. Он все делит с нами, даже свою благодать. И Он очень ценит близкое общение с нами. В каждой семье есть своя культура, свой язык. И язык Божественной семьи – Его Слово. Культура Бога – Его Слово. Мы всегда едины с Отцом. Также, когда мы связаны узами брака, мы навсегда в браке. Но испытывать единение, общность с Богом – это самое ценное. Моменты экстаза от единения с Отцом возникают от Его Слова в наших мыслях. Потому что если мысли Бога больше, чем наши мысли, тогда мы в духе, а не в цели. То есть через Слово мы, едины с Богом, переживаем близость с Богом. Слово есть Бог. Слово есть Иисус. Слово есть Дух. Слово есть Жизнь. Слово Вечно. Слово – это Евангелие Истинное. Это Евангелие Отца, который воссоединяется со своими потерянными детьми. Иоанн пишет о единении с Отцом в Первом Послании от Иоанна. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами. О наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. Мы все едины друг с другом и едины с Богом. В молитве Иисус молится также за вас и за меня. И Он говорит о том, как мы едины с Отцом и едины друг с другом. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 22 стих, говорится, «И славу, которую ты дал мне, я дал им». То есть Иисус говорит, благодать, которую я получил от Отца, Он дал мне и тебе. Почему Он дал эту благодать? Потому как мы едины. Иисус говорит, «Я в них, и ты во мне». То есть Он, Иисус, в нас, а вы, Отец, в Иисусе, во мне. И да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. И я открыл им имя твое, и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Понимаете, Иисус получил от Бога благодать и передал ее нам. Но что же такое благодать? Бог рассказывает Моисею, что такое благодать. Это его имя. Он говорит Моисею, «Я благодать, я благость, я прощение, я терпение, я милосердный, я верный». Одним словом, «Я безусловная любовь». А мы, мы созданы идеально едиными с Богом. И поэтому мы созданы идеальными в Нем и Им. В мире много стремления к единствам, и люди молятся о единстве. Но мы не должны пытаться и молиться стать едиными. Так же, как мы не должны пытаться быть святыми. Или справедливыми. Мы должны верить, что мы и есть такие. И поступать соответственно. Потому что мы едины с Отцом. Мы едины с Иисусом. Мы едины друг с другом благодаря Иисусу. Иисус говорит благодаря единству, «Мир будет знать, что Я среди вас». Почему? Потому что Бог работает нашими руками. А если мы будем практиковать единство и общность, а Иисус действовал из общности. Иисус сказал, «Кто видел Меня, тот видел Отца. И кто смотрит на Меня, тот смотрит на Отца. Кто слышит Меня, слышит Отца». Это не Мои слова, а слова Отца. И кто видит Мои дела, это дела Отца. И мы должны верить и думать. Кто видит Меня, видит Отца. Кто Меня слышит, слышит Отца. И кто видит Мои дела, видит дела Отца. И так произойдет наша трансформация. От детей Бога к сыновьям Бога. Апостол Павел верил в это. В Библии говорится, что однажды рядом с Павлом оказался хромой. Он слушал его проповедь. Павел внимательно посмотрел на него и громко сказал ему, «Встань прямо». И хромой вскочил и стал ходить. И толпа, видевшая это, закричала, «Боги в образе человеческом сошли к нам». Они восприняли Павла как сына богов. Поэтому в послании к римлянам, 8 главе, 19 стихе, Павел говорит, «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». И это неверный перевод. Потому что тут должно стоять сынов Божиих. Сыновья богов — это мы. И теперь мы должны в это поверить так же, как мы верим в справедливость Бога. Ну и третье на сегодня — это власть. Власть Отца и как поверить в сыновей Божиих. Мы с момента создания человека призваны повелевать и управлять в этом мире. И не забудьте навсегда. Послание к Ефесинам, 2 глава, 6 стих. Тут сказано, «Воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Это не теология, это не теория. Это факт. Это реальность. Прямо сейчас мы все сидим на троне в небесах. Чувствуем или верим мы в это — совершенно неважно. Это просто факт. Если мы начнем об этом медитировать и называть в молитвах, то мы начнем в это верить. И где же мы сидим? Библия говорит много выше. Не выше, а много выше. Выше всех правительств, всех властей, любой силы, любого имени, любого авторитета. Не только в этом мире, но и в мире будущем. Вы можете себе представить, что произойдет, если мы начнем жить в этой реальности. Разве это не то, чего мы хотим? Разве это не то, что необходимо миру вокруг нас? В 1-м послании к Фессалоникийцам, 5-й главе, 5-м стихе, говорится, «Ибо все вы — сыны Божьи». Вы все — сыновья света. Мы все — сыновья света. Дети — сыновья дня. Мы не дети ночи или тьмы. И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 5-й главе, 14-м стихе, «Вы — свет мира». Не пробуйте быть светом, а просто «Вы и есть этот свет». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы не должны пытаться быть светом, потому что «Вы и есть этот свет». Мы должны верить в то, что мы есть. И еще, там, где свет, не может быть тьмы. Там, где свет, исчезают темные дела, без энергии и силы. Тогда это становится реальностью. Не мы следим за чудесами и знаками, а чудеса и знаки начинают следовать за нами. Так, какие же полномочия мы получили от Отца? Давайте повторим. Первая полномочия — делать большие дела. В Евангелии от Иоанна, 14-й главе, 12-м стихе, Иисус говорит «Истинно, истинно говорю вам. Верующие в Меня — дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Мы призваны делать большие дела, такие же, как Иисус, и даже больше этого. Наша вторая полномочия — прощать грехи. В Евангелии от Иоанна говорится, Иисус же сказал им вторично «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святого». И этим получили они полномочия. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставиться, на том останутся. Третья полномочия — излечивать, воскрешать смертвых и властвовать над демонами. Евангелие от Матфея, 10-я глава, 7-й и 8-й стихи. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Изгонять демонов означает властвовать над демонами. В животных, в регионах, в людях, в небесных атмосферах нашими словами и нашими молитвами. «Я Есмь существующий. Я един с Отцом. Я един с Сыном. Я един со Святым Духом. И имена Бога, и мои имена. Божья благодать и моя благодать. Я Сын Бога. Я уполномоченный Богом. Я сверхъестественный. Да, это не высокомерие и не лицемерие. Это то, что говорит о нас Бог. И ты будешь тем, кем ты есть. Только тогда, когда ты говоришь то, что Бог говорит о тебе. Некоторые говорят, это глупость. О нет, это мудрость самого Бога. Так работает трансформация от проповеди и провозглашения, от слушания и говорения, от веры в Слово Божие. Давайте делать заявление. Давайте проповедовать в наши собственные уши. Поэтому повторяйте за мною. Повторяйте за мною. Я есм сущий. Я ребенок Бога. Я родился по воле Бога. Я связан с Богом. Я новое творение. Я избран. Я прощен. Я освящен благодатью. Я отпущен. Я сделан свободным. У меня нет грехов. Я невиновный. Я святой. Я непорочный. Я справедливый. Я запечатлен святым духом. Я наследник. Я гражданин небес. Я возведен на небесный трон. Я един с Богом. Я Его сын. Я пользуюсь Его властью. Я тот, кем является Отец в этом мире. Я получил Его благодать от Иисуса, чтобы стать единым с Отцом. Я седьмое, исцеляющее имя Отца. Я целитель Бога. Я справедливость Бога. Я Его стяг. Я локация Бога. Я есть пастырь Бога. Я здесь. Я с Богом. Я обеспечиваю Бога. Я шалом. Я мир Бога. Я посланник Иисуса. Как Иисус, посланник Отца. Я как Иисус в этом мире. Я есть свет. Дела тьмы разрушаются. Я есть дверь. Я есть дорога. Я есть пастырь. Я есть жизнь. Я правда. Я прощение. Я хлеб. Я лоза. Я источник живой воды. Я прорыватель. И меня уже не остановить. Я есть существующий. Я встаю, как Сын Бога Небесного. Я Сын Бога. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»